Приветствую друзья! Появлением наушников Ukemi мы с вами обязаны как непосредственно компании CVG, так и известному магазину с Алиэкспресс Angel Ears. При этом внутри них стоит один 10-миллиметровый динамический излучатель с карбоновой мембраной, корпуса сделаны из алюминия, а в качестве кабеля используется посеребренная медь с 556-ю жилами и сменными штекерами на все случаи жизни. Очень любопытное решение, о нем сегодня и поговорим. Собственно, поехали! Пришли наушники в довольно габаритной коробке с мультяшным оформлением и серьезно выглядящей внутренней частью. В комплекте шла документация, круглый металлический бокс и два набора силиконовых амбушюр среднего качества. Кабель выглядит дорого, он толстый витой с парными коннекторами, хорошей гибкостью и сменными штекерами сразу на 3,5 и 4,4 мм. По сопротивлению же это топовые 7 сотых ома на левом и правом канале и уже не столь крутые 24 сотых ома на общем. Напомню, это такая акустическая хитрость, встречаю ее очень часто, особенно во всяких флагманах. Сами чашечки сделаны из покрашенного в белый цвет металла, с решеткой для вентиляции и двумя отверстиями для компенсации динамического драйвера. Звуковод в принципе стандартный, с широким бортиком, есть пара симпатичных вставок и довольно строгая внешняя часть. Здесь вставку сделали именно на цвет и как я считаю не прогадали. Смотрится это дорого, да и сидит модель просто сверх удобно. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас очень быстрый, как в игровых решениях импульс, незначительные расхождения между каналами, искажения в пике достигающие всего 0,19%, что просто гениально. Фаза ведет себя естественно, а с водопадами на 30 и 60 дБ вы можете разобраться и без меня. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7,5 дБ, куда более внушительное выделение области разборчивости, акценты на имитации ушной раковины и псевдодетализации и еще пара пиков, чтобы так сказать вытянуть самый верх диапазона. Подобный график мы с вами уже не раз встречали, это вариация на классическую кривую диффузного поля. Как видите они менее басовитые, но более рычащие и яркие чем Симгот ЕМ10, чуть агрессивнее Янин Кэнон 2 и почти один в один с легендарными ИКО H10S. Разве что баса тут чуть поменьше, зато верхов наоборот побольше. Признаться, сам я ожидал от данного сегмента куда более ровной настройки. Понятно, что люди полюбившие наушники на основе Хармона или той самой WDSF тоже хотят иметь своих фаворитов в лице актуальных флагманов, но слишком уж это ярко и агрессивно звучит. С другой стороны все элементы взрослого звучания тут налицо. Объемные и сочные тембры, акустически оправданный вес, прекрасная выразительность разрешения и просто чарующая мелодика. Бас заходит достаточно глубоко, он текстурный и в меру быстрый, но на балансе он как бы слегка оттеняется. В середине главенствует верхняя часть, как всегда добавляя драйва, усиливая динамику и заостряя атаки. Ну а на верхах нам подсветили всякие перкуссионные инструменты и попадающие туда резонансы. После чего-то от симгот, например EV300, герои обзора окажутся гораздо богаче, четче и тембрально насыщеннее. Как и в случае на SHCK, NX7, MK4, которые хоть и немного, но жирнее симготов. А вот чисто планарный TRN Azure Dragon Let's Shoe S12-2024 Edition или, скажем, Teen Hi-Fi Dodo, ровнее, прозрачнее, более сбалансированные, но плоские на слух и какие-то хлипкие по массе. То есть динамик, как всегда, решает вопрос с объемом, аналоговым насыщением и натуральностью звучания каждого из инструментов. Разборчивость здесь тоже на высоте. Прекрасное разделение у инструментов и есть драйв, задор и музыкальность. Да и в общем звук в правильном смысле однородный и практически живой. Не хватает лишь одной важной детали. Того самого баланса частот. К имеющейся тут яркости все-таки придется адаптироваться. Зато на верхах полнейшая идиллия. Без явно выраженных себе лянтов, которыми часто страдает бюджетный сегмент грязи или неприятной слуху резкости. Все прилично так согласовано и грамотно сопряжено с верхней частью средних частот. Из стилистики им подойдет все тяжелое, агрессивное и вокально ориентированное. Отыграть какой-нибудь сложный джаз оркестровую или другую академическую музыку они конечно тоже способны, но со своими связанными с настройкой особенностями. Причем воздуха в них ровно столько сколько нужно, прекрасно ощущаются планы и, что еще важнее, даже какие-то отдаленные, далеко не самые значимые тембры хорошо читаются и передают свою уникальную природу звукоизвлечения. То есть это не передний план и какой-то расфокусированный фон, а полноценное, довольно подробное и богатое на нюансы звучание. Из источников к ним лучше подбирать что-то стационарное или по своей подаче близкое к тому. Наушники эти реально очень высокого качества, а значит и плеер или ЦАП должны идти ему под стать. В остальном модель можно исключительно хвалить. Действительно взрослое объемное звучание с той самой магнетичной вовлеченностью, ярко выраженной мелодикой и серьезным таким упором на четкость, драйв и разрешение. При этом баса здесь тоже хватает. Соглашусь, он конечно не доминирует и не выходит на передний план, но для целостного восприятия его вполне достаточно. Как нюанс, звук он, если вы не ценитель такой таргет кривой, придется немного привыкнуть. Зато потом модель раскроется на все 200%. Все будет по-хорошему ярко, сочно, с чуть ли не дотошной прорисовкой всяких мелких нюансов и магнетичной притягательностью. А как им даются различные эпичные треки, вообще сказка. Итогом наушники Yukimi от компании CVG очень дорого выглядят. Кабель в комплекте, ну просто мечта. Куча насадок на выбор, практически отсутствующие искажения. Предельно быстрый, что важно для игр, импульс и любимая многими настройка АЧХ в стиле кривой диффузного поля. Сам я сейчас предпочитаю звук поровнее, но против Harman и WDSF тоже ничего не имею. Звучат же наушники сочно, просто сверх выразительно, в меру ярко, с довольно ощутимым, но прибранным по амплитуде басом и аккуратненькими такими высокими частотами. В целом, все по-взрослому богато, насыщенно, с обязательным в этом сегменте тембральным объемом, вовлеченностью и хорошо подчеркнутой мелодикой. Мне лично очень понравилось. Достойные наушники. А сегодня у меня на этом все. Это была модель CVG Yukimi. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра! Субтитры сделал DimaTorzok